Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Владимир Владимирович, на самом деле, как Вы отметили, так и есть. Каждая религия пытается показать, что она самая правильная религия. В некоторых случаях даже показывает какое-то превосходство своей религии над другими. И поэтому именно в светском государстве мы говорим, что, несмотря на то, что государство относится ко всем религиям одинаково, мы также подчеркиваем, что не должны вот эти вопросы межкомфессионального взаимодействия привести к причинам, может быть, каких-то межкомфессиональной напряженности или конфликтам. Очень важно, чтобы религии, продвигая свою правильность, не переходили черту и не являлись причиной возникновения каких-то межкомфессиональной напряженностей. Такое отношение есть также и в отношении между религиозной частью и нерелигиозной частью. Но мы знаем прекрасно, что не только религиозная часть населения говорит о своей правильности, но и светская, даже атеистическая часть, мой больше и атеистическая часть говорит, что самое главное понимать в нейтральном виде, начинают использовать теорию Маркса и другие философские учения, которые отрицают религиозные какие-то взгляды и религиозное понимание. Поэтому именно в рамках вот того принципа, который заложен в Кыргызской республике, который говорит о том, что государства и религии отделены, и религия не вмешивается в государство, и в частности государство должно относиться ко всем религиозным и нерелигиозным гражданам одинаково, именно вот этот принцип, он дает право, чтобы внутри страны сохранялся, должен обеспечиваться мир и согласие, и чтобы нерелигиозные, не атеистические, светские люди не переходили эти границы и относились друг к другу с уважением, проявляли толерантность и необходимо создавать условия для совместного мирного существования, несмотря на какие принадлежности к религии. Что касается религиозной ситуации сегодня, я думаю, что мы работаем над тем, чтобы именно продвигать вот этот принцип светскости, равного отношения и недискриминации. И это очень важный момент для того, чтобы наши и нерелигиозные, и религиозные граждане понимали именно подход государства и относились друг к другу с уважением. И это должно обеспечиваться не только вот в рамках там законодательства, это должно реализовываться на практике в регионах нашей страны, для того, чтобы люди более четко понимали. Потому что некоторые говорят, вот мы всю жизнь без религии жили в период советского государства, надо и дальше так жить. Или другие говорят, вот мы традиционно всегда были мусульманами, поэтому надо вернуться к религии и вот этот светский-то и тысячский подход убрать. Очень различные мнения появляются. Но вот продвигая эту точку зрения, я думаю, что важно, чтобы эта точка зрения закрепилась в умах наших людей. И мы могли, сегодня ситуация у нас находится под контролем. Есть у нас очень много моментов, когда, конечно, недопонимание со стороны наших граждан имеется, но здесь должно быть больше профилактических мероприятий, больше регулирования со стороны государства, правоохранительные органы должны понимать эту точку зрения и не давать уступок по отношению никто, ни другой части населения. Потому что закон, он должен стать впереди всего, а религиозные и духовные ценности, это относит каждому человеку к его духовному, нравственному воспитанию, его душе, его внутреннему миру. Поэтому я думаю, что если мы, сообща, и госорганы, и гражданское общество, религиозная организация, будем эту точку вместе продвигать, то мы сохраним тот мир, то хорошие те условия существования, свободы вероисповедания и светского государства в нашей стране. Спасибо. Теперь вот межконфессиональные вопросы учитываются в религиозной политике государства? Ну, насколько вы знаете, что концепция, данный вопрос, как направление одной из важных государственных конфессиональных взаимодействий, и в нем также было наладить одну из пунктов реализации концепции в плане мероприятия, это создание межконфессионального совета. С прошлого года активно работаем на создание площадки межконфессионального диалога, в этом году провели межконфессиональные форумы или круглые столы во всех регионах страны, для того, чтобы посадить за один стол представителей различных религий. И, конечно, были моменты, когда не очень охотно представители различных религий садятся за стол, даже были случаи, когда отказывались, допустим, у нас есть одна, не буду назвать какая-то религиозная организация, которая не захотела участвовать, в этих межконфессиональных диалогах, форумах. Но, тем не менее, потихонечку представители различных религий садятся за общий стол. Первое мероприятие было в ноябре 2017 года, в этом году региональные мероприятия проводятся, уже почти закончились во всех регионах. И мы уже получаем более такое, наверное, понимание со стороны религиозных организаций, что очень важно пообщаться и узнать мысли представителей других религий, и чтобы они могли, несмотря на то, что они являются представителями разных религий, находить общие какие-то мнения, общие подходы, общие темы для обсуждения. И такая работа уже началась. Вот раньше, я помню, на праздники мусульман республики приходил, в частности, епископ православных христиан. Последние годы что-то никто не поздравляет. Это многие замечают. Это почему? То ли новый епископ не хочет, или то ли наш муфтят не хочет этого? Ну, в этом году было направлено поздравление от имени епископа Русской Православной Церкви. Во время Орузоа это были, как мы говорим, ифтары, которых участвовали, которые организовывали со стороны религиозных организаций, в том числе и христианского толка. То есть, это, на сегодня, я знаю, ваши были, в Бишкеке проходили такие мероприятия. Может быть, здесь не совсем хорошо было освещено со стороны средств массовой информации, но на нашем сайте висят поздравления. Нет, в смысле, не поздравления, а прям приходили на площадь. Перед тем, как праздничные мероприятия начинались, они поздравляли. И это, может, другие причины есть, может быть, какие-то. Но люди спрашивают, почему это происходит. Надо действительно, надо людям объяснить, может, есть какие-то весомые причины. Теперь, вот, Ланаджи. Вы работали в аттестационной комиссии, работали в БТК, Центральной ревизионной комиссии. Вот, как, на ваш взгляд, отношения религиозной политики и межкомфессиональные отношения в республике, и достаточно ли меры проводятся властями государства, на ваш взгляд? Добрый день, уважаемые радиослушатели. Первым делом хотелось бы отметить, что Закир Демшпикаж в этой сфере как бы эксперт государственного масштаба, но, тем не менее, как представитель гражданского общества, как человек, который изучает ход и действия религии общества, хотел бы отметить важные моменты, что в данный момент никто не отрицает, что религия является важной частью нашей социальной и духовной жизни. Ну, как Закир Демшпик все отметил, с момента приобретения независимости мы получили понятие светскости, то есть получили право свободы вероисповедания. Ну, с того момента у нас с 2015 года я замечаю уже определение и ориентацию уже своей религии, потому что вот, если взять мою семью в большом формате, то есть, когда все родственники собираются, все мы являемся представителями титульной нации, но, тем не менее, внутри из нас сидят представители баптистского направления, евангельского направления. С моей стороны, один включает право таблигизации, другой – салафитская сфера. Я стараюсь объяснить, как бы придерживаться… У вас как микромодель крыста, на самом деле. И вот там замечаешь, что спорных моментов, конечно, тоже много, но самое важное в данный момент нужно государству помогать в религиозной грамотности, то есть, идет процесс уже понимания, кто есть кто, что есть что. То есть, у Турков есть хорошая пословица, говорит, каждый бородатый, говорит, не твой дедушка. И поэтому, вот, есть становление, вот, если затронуть вопрос реформы в духовное управление мусульман, то она, конечно, произошла на основе решения Совета обороны 2012 года, по-моему. С того момента уже пошел сдвиг, то есть, государство в сторону духовенства, как бы начал уже активно двигаться, пропагандировать и додавать понятие государственности. Я вам скажу, процентов 40 имамов с момента ассистации поняли термин «светскость», то есть, что означает «светская власть», «правовое государство». И поэтому, я думаю, что в данный момент идет переходный период, уже, как бы, переходный период прошел, идет становление уже религиозных, как можно сказать, идеологий, по-моему, уже. То есть, я бы... Вы, наверное, хотели сказать, что религиозные деятели стали понимать, что такое светское государство и как взаимодействовать, да? Нет, я хотел бы, с другой стороны, это я потом отмечу, я хотел сказать, что обычные граждане, уже каждый граждан уже ориентируется, кто агностик, кто мусульманин, кто христиан разного сектора. И в данный момент уже, получается, появилось уже формирование. Один выбрал себе агрессивную, радикальную сторону, другой выбрал еще одно направление, третий выбрал традиционную религию. В данный момент я хочу затронуть, в данный момент уже идет становление и уже, как бы, начинаю задумывать, уже дальнейшие, какие у нас, как бы, бытовая жизнь будет. Взаимоотношения между конфессиями какая будет, взаимоотношения с другими, междематовскими взаимоотношениями какая будет и государственная политика в дальнейшем какая будет. Потому что никто не отрицает, что активную политическую жизнь, социальную жизнь, экономическую жизнь ведется у нас через государство. То есть у нас государство советское, живем на основе Конституции. И вот, я думаю, дальнейшие государственные шаги какие будут? Ну, какие должны быть, на ваш взгляд, дальнейшие какие? Что ожидания от со стороны государства? Я думаю, что первым... Это очень полезно будет тем более закричать, чтобы я кучу сэрвису. Я... Слушать рекомендации. Как бы, вопрос системного подхода. Первым делом это религиозное образование. Нужно уже тщательно проверяться, тщательно, координационно работать. Второе дело... То есть реформировать систему религиозного образования, да? Да, однозначно, да. Второй момент, я думаю, что уже, как бы, по законодательству, наверное, уже какие-то изменения нужно делать по регистрации уже религиозных организаций. Потому что мы, являясь членом ОДКБ и членом Евразес, наверное, должны уже учитывать мнение уже соседних государств. Какие меры они предпринимают, какие мы предпринимаем, какие минусы им вот это преподносит, а какие плюсы у нас есть. И думаю, что, если вкратце говоря, нужна кардинальная реформа. Здесь, конечно, реформировать религиозное образование, вы сказали, а вот саму религиозную организацию, муфтиат, реформируют не надо? Ну, в этой отрасли, конечно, сейчас... Вы там как раз в БУЩИ самые работали, тем более в БТК работали, ревизионная комиссия. На протяжении четырех лет я вот увидел, что наш уважаемый Азритий Муфти на основе своего интеллектуального потенциала, религиозного знания постарался что-то сделать и до сих пор старается. Ну, что мешает? И со стороны религии, религиозные деятели активные и государственные некоторые деятели вмешиваются во все. И тут, как бы, каждый суслик-агроном в этой отрасли. И нету кардинального ничего, понимаете? И что мешает, как бы, вопрос того же Хаджа? У меня такое ощущение, как будто 10 месяцев это месяц ожидания, а два месяца активно работаю. Конечно, в данный момент я их одновременно и критикую, и им советую, что государство наше, религия наша, что говорит? Первым делом, как бы, агитирует патриотизм. А патриотизм откуда происходит? Нужно нам самим уже развивать, менять высшее и среднее религиозное образование. Потому что век 21-й, идет процесс глобализации. То, что происходит в Африке, идет такое же влияние через интернет или через, с помощью массовой информации, через неделю уже увидишь у нас в Кыргызстане. Поэтому нам нужно идеологически, в религиозном плане, уже, как бы, определиться уже. Так, ваши пожелания, наверное, еще будут у вас пожелания. Закриджан Шпикович, вот какие меры принимаются государства по установлению, сохранению, укреплению отношений между государством и конфессиями? Вы сказали, что начали проводить мероприятия определенные, собираете религиозных деятелей. Не намечается какое-то большое мероприятие республиканского масштаба? Или даже регионального масштаба? Как вот Казахстан собирает все мировые религии? Ну, Казахстан, это Казахстан. Ну, на сегодняшний день, вы знаете, что в 2016 году был сделан первый шаг, который создал Государственный конфессиональный совет. Эта работа проводилась под координацией нашего центра исследований религиозной ситуации. И там собрали на первом этапе четыре крупные конфессии. Это, конечно, духовное управление мусульман Кыргызстана, это русская православная церковь. И вот мы более традиционные такие, мировые, мы говорим, религии, да, буддисты и иудаисты, общины собрали, которые у нас. И мы уже по этому вопросу проработали, сделали новый шаг во время создания межконфессионального диалога. Мы сделали приглашение и другие религиозные конфессии вступить или стать членом этого Государственного конфессионального совета и работать вместе для обсуждения решения проблем, касающихся религиозной сферы. На самом деле, вот сейчас мы подведем итоги вот этих региональных форумов, какие предложения были сделаны. Потому что там именно озвучивался тот момент, что нужно и межконфессиональный диалог, и государственный конфессиональный диалог. Больших мероприятий, ну, по большим мероприятиям мы работали совместно с различными религиозными организациями. Была такая межконфессиональная площадка, которую создали ДУНК и Русская Православная Церковь. Это, по-моему, было в начале 2016 года. В 2015 году.